Ну, я действительно не искусствовед, я историк, поэтому я буду говорить именно о, так сказать, исторической подоплёке и, возможно, исторической прецедентности того, что сегодня обсуждается. Если говорить о том, каким был музей нового западного искусства, сосчитавший в 20-х год, в 48-м год, в Москве, то, если его и можно назвать памятником, то памятником убьющему беззаконию. Потому что в этом музее были сосредоточены национализированные, экспроприированные или, если говорить без эфемизма, ограбленные коллекции двух крупнейших российских ценатов и собирателей изобразительного искусства. И в этом смысле как раз музей был символом большевистского подхода к художественным, духовным, культурным ценностям. Поэтому, когда сейчас звучат сентенции в отношении того, что Эрмитаж такой великий и могучий, тут я цитирую как раз Елена Александровна Антонову в газете «Известия» почти дословно, но она неоднократно повторяла эту сентенцию, что он и не заметит, если у него заберут Матисса и остальных. Это выглядит продолжением большевистской линии, потому что, кстати, в 20-е годы и начале 30-х Эрмитажа изымались на продажу вещи именно по тем же девизам, где Эрмитаж богатый, он не заметит. Это очень удобно говорить о том, что тебе, подчеркиваю, в духовном, а не в материальном смысле, не принадлежит, что любой, от которого это отбирается, не обиднеет. В духовном смысле и в материальном. Что касается реабилитации, о которой тоже идет речь, реабилитация, если говорить о общественном мнении, общественном сознании в отношении к картинам импрессионалистов и к собирателям, состоялась как раз в 50-е годы, когда в первые 56-е годы, это символично после 20-го съезда, с докладом еще о преодолении культа личности и его последствий, была первая выставка открыта именно в Ленинграде, именно как раз в том числе, включавшие в основном собрания импрессионистов в Москве на тот момент, еще долгое время этого не происходило. У Ельфи Петрова есть замечательная фраза, не надо бороться за чистоту, надо взять винить и подмести. Когда мы говорим о реабилитации, то в том числе о произведениях, собранных в коллекциях когда-то Щукина и Морозова, нужно помнить, когда они сейчас выставлены в Эрмитаже или в музее имени Пушкина, откуда они произошли. Так вот, в музее имени Пушкина до сих пор нет этикеток, говорящих о том, какого происхождения эти коллекции. В Эрмитаже они есть. Это частность, но очень симптоматичная часть реабилитации, но лучше бы начать с таких мелочей. Еще вопрос. Вы знаете, на самом деле, образовавшийся или спровоцированный если угодно конфликт, спровоцированный на прямой линии с президентом Российской Федерации, может создать опаснейший прецедент в музейной и в исторической среде. Это не конфликт между Москвой и не конфликт Эрмитажа или музея имени Пушкина. В течение всего советского времени Единый государственный музейный фонд до войны и после войны, когда часть вещей возвращалась по столу к немцам, их вывезли, возвращалась обратно в Россию и другие республики Советского Союза, часть этого единого музейного фонда перераспределялась по разным музеям не только Российской Федерации, но и других республик Советского Союза. И в случае, если мы создаем юридический прецедент, мы, это я имею в виду, как сказать, сообщество, допускает, вернее, юридический прецедент передела коллекции, перераспределения коллекции, если взять другое, более мягкое слово, то не сегодня, а сегодня, и в крайнем случае завтра, Воронеж будет иметь основания подавать в суд или в Министерство культуры петиции Твери, Тверь к Тихвину, Тихвин к Великому Новгороду, Великий Новгород, Копскову и далее везде, и Москву, и Петербург это тоже коснется, и Царское село, и Петергоф, и все, что угодно. То же самое, как и с музеями Москвы. Опять же, в музее, находящемся в Москве, как федерального, так и регионального городского подчинения. В этом смысле, как раз, мне кажется, что все музейщики и Петербурга, и Москвы, и от Москвы до самых два окраина едины. И как раз сегодня очень точно по форме и безупречных содержания высказалась Елена Юрьевна Гадарина, директор музеев Московского Кремля, которая совершенно четко сказала о том, что создание такого прецедента вызовет цепную реакцию между музеями и Московскими, и музеями Кремля, и Третьяковской галереей, и на имени Пушкина, и так далее. И что не надо путать две вещи создания музея нового западного искусства, как нового музея. И вопрос, не дай бог, если он состоится, будет решен в негативном ключе, перераспределение музейных коллекций. И мне кажется, что в этом смысле мы получим претензии, не мне кажется, а, к сожалению, это может случиться воочию, так сказать, наяву, что мы получим не только внутрироссийский музейный конфликт, но и претензии, и взаимные претензии тех республик, которые входили в состав Советского Союза. И перераспределение музейного фонда общей союзной карты шло не только внутри Российской Федерации. Часть вещей и до войны, и после войны попадала к нам из Республик Союза, в том числе и при Балтийске, которые, как вы понимаете, с максимально пристальным вниманием следят за происходящим здесь, и из других республик. Также и мы будем спровоцированно на ситуацию подавать аналогичные встречные иски или какие-либо претензии. И вообще, вы знаете, я не хотела бы, так сказать, конкретизировать или персонифицировать некоторые сентенции, которые звучали, но все-таки позиция взять все и переделить или поделить, это позиция Шарикова фонда культуры. И я не думаю, что музейное сообщество должно допустить, чтобы эта позиция не существовала. Спасибо. Спасибо, Юля.